Добрый день всем! Долгожданный анбоксинг лично для меня. Недаром здесь я приготовил пару мегаминксов топовых. Сегодня будет мегаминкс, который станет видимо конкурентом этих двух. Компания мою долго не могла ничего толкового выпустить. Выпускала юху, гонху, вакуумник Classroom. Все бюджетные мегаминцы, которые были не самыми удачными. И наконец-то топовая модель. Будем надеясь, что она топовая. По стоимости она уже сравнима с серьезными моделями. То есть это X-Man Moffango и первых от Shanksho, которые не так популярны, но тоже очень хороши. Что мы видим? Коробочка очень похожа на коробочки от V-Long GTS. Причем не магнитная версия, махненькая. Вроде была черная коробка. Но да, крючка махненькая. Уже хорошо. Открываем. И тут без всяких прелюдий сам мегаминкс. Я заказал в черном пластике, поскольку мне все-таки чаще использую первую. Так, что еще кроме мегаминкса в коробке? Поскольку упаковка в премиуме качества, тут всякие карточки. Все карточки. И инструкции. В инструкции мы видим много-много всяких вещей. Ну, вряд ли не для чего-то нам помогут. Куда интересней. Так, более ничего в коробочке нет. Я слышал, что для этого мегаминкса не помешали бы магниты. Давайте сначала оценим внешний вид. То есть, наконец-то они сделали нормальное строение элементов. То есть, здесь ребрышки. Да, вместо выпуклости. То есть, это наиболее удачная конструкция, которую мы видим на XMA и на нашем мегшоу. Цвета. Цвета лучше сравнить. Они точно такие же. Абсолютно такие же, как на Шинкшоу. Один в один. Да, точно такие же. Вот эти элементы, выступающие, они здесь несколько крупнее. То есть, если на Шинкшоу немножко вдавлено, и ребрышки получались, то здесь плоско. Ну и более массивные ребрышки. Давайте попробуем замешать. Ну, пока из коробочки он явно суховат. Ну, как бы чувствуется нити потенциалу. Смотрим. Хотя он обильно смазан. Видимо, надо разработать. Я слышал, что он должен быть очень быстрым. Но пока не настолько. Замешаем, попробуем собрать. Радует, что цветовая схема достаточно стандартная и вполне комфортная. Так же этот MegamiX выпускается цветом пластики. Но не рискнув его заказывать. Поскольку есть у меня вот мой бюджетный MegamiX цветом пластики. Там цвета не очень удачные. Скорее всего, они от этого уже избавились недостатка. Попробуем. Да, кстати, обратим внимание, что центр здесь круглый. Намек на GAN. Логотипчик именно мою, а не кубю в котором. Так, ну что же. Попробуем. Пока крутится тяжело. В общем, тяжело крутится. Но я надеюсь, что это пройдет. Гаминфиниш придется попривыкнуть. Ощущаем резку углов. Непривычное. Честно, ни на что не похожее кручение. Совершенно. Даже не с чем сравнить. То есть если X-Men более мягкий, то есть мягкий, приятный. Первый. Он очень быстрый. Очень-очень быстрый. Легкость кручения. Здесь пока крутится туговато. Так что я тут собрал. Но... Но... Я не скажу, что это неприятно. Это непривычно. Явно его не стоит судить именно по первой сборке. Мне кажется, цвета немного-то отличаются. Или нет? Ладно, давайте соберем. Будем уже какие-то выводы делать. Сейчас смазка пока. Она не только внутри, но и снаружи. Немного скользкими аминс. Даже вот эти ребрышки не спасают. Совершенно. Но честно, потенциал чувствуется. Нет такого восторга, как X-Men при его боксинге. Тот изначальный из коробки был потрясающий. Тоже, как и X-Men 1. Этот, видимо, стоит перетирать. Я его покручу в ближайшее время. И если ситуация изменится, возможно, попробую собирать им на ближайшем чемпионате в Москве. Но пока, по ощущениям и ныне из коробки, он проигрывает обоим этим товарищам. Но все может измениться. Достаточно скользкий, действительно. Но зато цвета все-таки вполне комфортные. Не буду. Не рискнул более эффективный алгоритм использовать. дабы не ошибиться. Да, собираем коммутаторами. Ну, что можно здесь сказать. неоднозначное впечатление из коробки. То есть, приятный внешний вид строения. Здесь где-нибудь добавлю. Разбирать его физически пока не буду. Ну, мы видим, что у нас здесь. Ну, и как ничего особенного-то и нет. Требует длительных тестов. Пока не могу сказать, что он лучше кого-то из них. Но это лишь первое впечатление. Что будет позже, стараюсь сообщить. Всем спасибо. На этом все. Субтитры сделал DimaTorzok